На групповых фото всегда располагайте своего парня с краю, чтобы если вы потом вдруг расстанетесь, было не проблема его просто обрезать. Кто-то пишет, бабулька всё ещё не уверена в деде. Нет, она такая, он помрёт, я его вырежу. Дай свою тетрадку. Ответы сравнить. Да, только сравнить ответы. В психиатрической больнице есть главный врач и много сумасшедших. В течение недели каждый сумасшедший один раз в день кусал кого-нибудь. Возможно и себя. В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а у главного врача сто укусов. Сколько сумасшедших в больнице? Ну, решай, напишите ответ в комментариях. Капец. Всем у нас правильный ответ. Я перечислю на карточку сто миллиардов долларов. Кулинарный рецепт. Здесь всё банально и просто. А вдруг кто-то реально даст правильный ответ? Да. Также кулинарный рецепт. Возьмите два пи и выпекайте на солнце. Чего? Два пи? Аааа. А спонсор этого дня студент, вспомнивший о парах. Студент, вспомнивший о парах, о парыш. Я утверждаю, что если бы мне давали монетку, за каждый раз, когда мне дают монетку, у меня было бы бесконечное количество денег. Мой учитель математики. Не, ну всё логично, да. Что нужно и не нужно делать во время торнадо. Ну... Стоп, это же была... Это были Холланд и Зендая. Да, я же смотрю такой. Просто качество парашное, и поэтому костюм выглядит тоже не самым лучшим образом. Так, у костюма ещё и глаз действительно не было. Их потом на компе дорисовывали. Ааа. Для того, чтобы... Ну да, они же там двигаются. Вот это вот там же есть. Да, ещё чтобы ему было хоть что-то видно. Ааа, смотрю на Зендаю. Вроде настоящая Зендая. Похожа на Зендаю. Наверное, Зендая. Хе-хе. Нужно найти укрытие. Не нужно стоять снаружи с монтировкой в руках и орать. Слышь, сволочь, сюда подошёл. Нужно держаться подальше от окон. Не нужно. Использовать множество вентиляторов, чтобы перенаправить торнадо в сторону дома вашей бывшей. Нужно. Отключить электроботовые приборы и газ. Не нужно. Пытаться воткнуть в грудь торнадо осиновый кол. Это для вампиров. Хватит думать о вампирах. Нужно. Следить за новостями. Не нужно. Влюбиться в торнадо и признаться ему в своих чувствах. Ведь рано или поздно он бросит вас, как и все остальные в вашей жалкой жизни. Ребята, друзья, всем здорово. Меня зовут Макс. Даже инструкцию унижают. И тут весело. Это нормальная практика. Ребёнка могут отдать в какой-либо кружок в несознательном возрасте, когда он ещё не может сопротивляться решениям родителей. Я так в универ шестой год хожу. Ты знаешь, что наш голос распространяется со скоростью звука, независимо от того, как громко мы кричим. Язык жестов распространяется со скоростью света. Получается? Глухонемые. Круче, чем мы? Христиан Гюгенс. Свет — это волна. Исаак Ньютон. Свет — это поток частиц. Альберт Эйнштейн. Свет — это и то, и другое. Майнкрафт. Свет — это блог. А, ну да, невидимый блог. Там же есть такие. Мало кто знает, что шишки — это личинки панголинов. Просто в нашем климате они дозревают до крупных особей и падают на землю. А мы их пинаем. Да? Ну ладно. А, ух ты. Нетликс. Очевидно, это сервера их. Гугл. Очевидно, это их сервера. Стим. Очевидно, это их сервера. Зум. Очевидно, это сервер Зум. Находим настоящее фото колец Сатурна. Кольца Сатурна Фото. Копируем полосы в фотошоп. Делаем черно-белым, выравниваем, усиливаем контраст. Замечаем, что это очень похоже на штрих-код типа код 128. Считываем его в любом удобном приложении и получаем хекс. Правильно я же говорю. Хекс это же называется. Декодируем этот хекс в обычный текст. И получаем. Скинь дозе, плиз. Это оригинальный способ попросить домашку у вашего друга. Или признаться девушке в любви. Точно, пишите внизу, я тебя люблю. Или давай со мной мутить. Или пошла в жопу, ты меня достала. Да всё, что угодно. Жизнь сложна и постоянно бросает нам вызов. Ты должен адаптироваться, импровизировать и преодолевать. Всё становится проще, если приложить ум. Да, ты гений. Так, эта картинка попала со случайно. Я заплатила за его пиво и пиво его друзей. И все они сразу стали меня обожать. Не знала, что для парней это так много значит. У моего друга есть девушка, которая всех нас кормит с выходным. Стоит его посмотреть в сторону другой, как он тут же получает от нас люлей от имени его девушки. Я так тебя люблю, можно я тебя поцелую? Можно. Целует. Ммм, ты колешься, хихикает. Как ты узнала? Он такой, в смысле? Я же не хожу перед тобой в футболки. Девушки в деревне. Ой, красиво, надо сфоткаться. Осуждаю на всякий случай. Ой, бабочки, надо сфоткаться. Ой, ромашки, надо сфоткаться. Парни в деревне нажраться в говно. Сначала ты любишь баб помоложе. Потом обсуждаешь с ней сериал. Говоришь, мол, там Стоянов играет, помнишь, городок. А она не помнит, не застала. Звуки грусти. И не смотрела «Властелина колец». И маску с Джимом Керри. Потерял 100 фунтов. В США радостный, потому что это вес. В Британии грустный, потому что это баблишки. Друзья, обмануть вселенную вышла моя новая книга. В жанре детектив со смесью фантастики. Наши блядские фикс-прайсы, судя по всему, работают по своей собственной системе. Ни разу ни в одном из них не встречались книжки Макса. Да, в Читай-городе, видимо, только онлайн можно заказать. Потому что в нашем Читай-городе я не нашла. Я один раз видел. И то там была именно одна. Меня интересовал тогда апокалипсис в Кубе. А в итоге... Одна. А может быть и не фантастики? В этом и кроется интрига книги. Предлагаю знакомиться. В любых книжных должна уже быть. Если вам нравится мое литературное творчество, обязательно прочитайте. Это круто. Вот я серьезно говорю, это очень крутая книга получилась. Я прям доволен ей. Не каждый своей книгой я бываю доволен. Могу я остановить операционную систему PlayStation 4? Я все еще... Я это как-то... Я все еще жду еще комиксов Макса по его книжкам. Было бы прикольно. Да, я же верю. Я бы даже поучаствовал в озвучке. Да, я думаю, там главная проблема не в озвучке, а в том, чтобы рисовали. Там в художнике главная проблема. Художник из меня никакой. Смотри на мой компьютер вместо Windows, чтобы увеличить FPS. Кто-нибудь, пожалуйста, отберите интернет у этого парня. Уносим в палату. В одном из московских районов бетонные сферы покрасили под футбольные мячи. Идеальная ловушка. Куда пишет, видимо, партизанский маркетинг какого-то частного травмпункта, открывшегося неподалеку. Да, клиенту в море будет. Читал детям книжку про животных и в разделе медведей под охранниками. Я вспомнила историю про то, как Челика задолбала, что снеговиков ломают, которые строят дети. Ну, и даже сбивают на машине. Видел, как машина одна посбивала. И, короче, они просто с дочкой взяли и вокруг бетонного столбика построили снеговик. Да, я это тоже видел. Или слышал. Не, видел, по-моему. Да, клиенту в море будет. Читал детям книжку про животных и в разделе медведей под охраной государство встретил фразу «Место обитания очковых медведей постоянно сужается». Быть взрослым дегенератом очень тяжело, скажу я вам. Типа... Очковые медведи это панды, что ли? Я не знаю. Он начал на этой фразе хихикать. Дети такие «Пап, ты чё ржёшь?» А если он прочитает слово «многочлен» в учебнике по математике, он лопнет? Чуваки, родившиеся в двух... Когда место обитания очковых медведей сужается, это смешнее. Тысячный моментально, зная, сколько им будет лет в каждом году. Чуваки, которые умеют считать не только на пальцах. На экзамене преп... Мне тоже очень просто. Я родился в девяностом году. По истории. Вы точно читали учебник по истории? Я. Да, конечно. Учебник, который я читал. Древняя и новая всеобщая история Шрека или осла. Слева. Да, ладно, шутка. Моё желание фиртовать с девушкой. Ты знала, что японская игра «Пакман» изначально называлась «Пакман», но при локализации в США изменили название из-за страха, что дети закрасят середину буквы «Пи» и игра будет называться «Факман». «Пакман», отличный способ подойти и познакомиться с любой девушкой. Уважаемые жители, 8 июня в вашем доме с 14 до 17 будет отключение июня. Как можно отключить июнь? Резко начнется февраль и будет снег. Когда прожил до 4 курса с долгом... Вот буквально вчера было отключение июня и было холодно и дождь. А в Питере тоже наступило отключение июня и наступил июль. Ага. Блин, да что такое? Мне в глаз как будто что-то попало. Июнь. Резко начнется февраль и будет снег. Когда прожил до 4 курса с долгом с первого. Карточным преподу. Почта России может стать магазином у дома. Компания собирается доставлять продукты из средств бытовой химии, составив конкуренцию известным доставкам из магазина. Это пишет Лотшебади. Сначала письма и посылки научились оставлять. Это да. Средневековые короли. Женятся на своих близких родственниках, чтобы сохранить голубую кровь. Их дети. Ох уж эти тупые средневековые люди. Скажут так, друзья, про нас лет через 500. Стой, хотя бы... Проснулась, а я там блинчиков напек и чайок поставил. А если Габсбурга вспомнить, какие они были красавчики. Вот так, друзья, про нас лет через 500. Проснулась, а я там блинчиков напек и чайок поставил. Пойдем посидим немножко. Внимание, если почувствуете запах колонизации, господи, срочно звоните по номеру. Надо было ацтекам звонить по номеру. Эх, проперлись ацтеки. Будущее человечество. Я осознал, что беременная лошадь быстрее, потому что в ней больше лошадиных сил. Ну да, йод меньше трех уранов. И чё? А, типа он написал I love you, да? Самое тупое было, когда в универе у меня спросили, откуда... Блин, откуда я... Кавычки поставить надо было или хотя бы тире, хотя бы чтобы подледить, отдевить как-то. Откуда я? Я сказал, что из Карелии. У меня спросили, северный или южный. Карельская народная республика. Хватит ходить за мной. Я больше не принимаю лабы. Лиса это просто кошачий софт на собачьем железе. С набором звуков от дельфина, да. Да-да-да. Лиса это линукс. Господи, кто-нибудь пользуется линуксом? Кто-нибудь видел вообще когда-нибудь линукс? Я видел. Люди пользуются линуксом в основном в рабочих целях. Программисты и прочие айтишники. Даже пытался там что-то поделать. Есть ли удар по щеке? Это пощечина. То удар по носу это поносина. Друзья, не забудьте, новая книжка вышла. А значит мир стал счастливее. Но это не точно. Все, всем пока. Гений маркетинга. Бог продаж. Красивый, умный, смелый, сильный и скромный. Макс Максимов самый роскошный в мире писатель. Вы только посмотрите, как он хорош. Черт, это Бог, а не человек. Вах, вах, вах. А книга его конфетка, а не книга. Вкуснее шаурмы, интереснее мстителей. Красное с черным. Сделано из бумаги. Написано буквами. Фантастику. Если любишь читать, то иди в любой магазин сети. Читай город и купи там Макса Максимова. Книгу апокалипсис кубе называется. Во всех магазинах читай город. И на сайте лабиринт ибук24.ру Ты знаешь это, зарядите свой стакан. Спасибо за просмотр, надеюсь понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok